И круто! Гостей встречают как старых друзей, музыкой и танцами. Не как на выставке, а скорее как на празднике. Празднике спорта в честь самого известного золотого трофея. Кубка мира, главной реликвии футбола. Я хочу, чтобы этот кубок достался рубину. Думаю, что он не сильно большой. Я видел некоторые кубки, там, Лиги чемпионов живую. А этот, мне кажется, он поменьше будет, но он самый эпический. Его венчает земной шар, а окружает пуленепробиваемое стекло. Поэтому почти полвека – это самая недосягаемая награда. Но лишь в туре кубка ее вживую могут увидеть и фанаты. Ращу будущего футболиста. Хочу, чтобы он видел, какие награды ему в будущем надо будет получать. Так главный футбольный трофей мира остается на память. Каждый, кто дождался своей очереди, получает экспресс-фото. О, супер! Подобные явления кубка народу, хотя и не первые, такие мячи организаторы выставляют по всему миру с 2006 года с чемпионатов Германии. Но уж точно самая крупная, только в России кубок увидят в 24 городах. Далее по маршруту – Нижний Новгород. И ожидаемо в таком же формате город выбирает знаковое место, и уже организаторы выставляют на нем кубок, например, как в Казани у стен Кремля. Здесь симпатично, очень живописно и динамично. Песни, танцы и мини-футбольные матчи. Спортивный праздник продолжается до восьми вечера. После кубок снова отправится в дорогу. За три дня его могли увидеть тысячи татарстанцев и гостей республики. Точная цифра, прикоснувшихся к футбольной реликвии, уточняется. Рамин Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова